Мы с вами приехали в сеть супермаркетов и март, самая распространенная в Корее. В Корее нет разделения на элитные какие-то супермаркеты, менее элитные, более элитные. Все они одинаковые. Вот мы видим, здесь у нас есть стоянка на улице. Сегодня суббота, поэтому там все занято, скорее всего, мы поедем наверх. Здесь у нас написано, что на третьем этаже практически нет мест, всего 15 мест осталось. А на четвертом этаже места много. Четвертый этаж это крыша. На крыше у нас 134 свободных места. Так выглядит стоянка на крыше. Здесь живая трава, по которой мне всегда жалко ездить в газон. Давай, давай, вылазь. Тетенька. Изюмчик. А где вас? И мать. И мать. Крюченька. Поездки в магазин готовы. Везде в корейских супермаркетах вот такие ездящие дорожки, на которых можно передвигаться вместе с тележками. Ку-ку. И мы видим здесь у нас собачий магазин, очень большой, Молис называется. Здесь не только магазин, где продают все-все-все для собак, но также больничка там есть внутри, парикмахерская, салон, собачий отель, где можно собаку оставить, ночевать, когда вы уезжаете куда-то. И, в общем, весь остальной сервис для собак. Так, давайте я еще пройду и покажу, что еще здесь есть. Так, вот это больница собачья, здесь вот очки продают. Также можно проверить зрение и подобрать себе линзы, очки. Также здесь есть аптека, так как в каждом корейском супермаркете есть педиатр, детская больница. Сейчас я ее покажу, мы сюда ходим очень часто, потому что здесь очень толковые врачи. Также здесь вот есть парикмахерская и с детским отделением. Вот здесь стригут детей, садят их в такие смешные машинки и стригут. Вот это больница, она небольшая, маленькая. Также здесь вот есть маникюрный салон, там вот стоматология, я там лечила зубы себе. Вот это детская больница, детский педиатр здесь. Ну а мы возвращаемся. Ай, собачка какая, какая беленькая, видно только после салона. Вот такие товары для собак, сумки всякие. Больше всего корейцы любят вот эту породу собак, мальтийскую баллонку, поэтому ей посвящено очень много всего. Ну и йорки тоже, конечно, популярные. Вот такие домики мимимишные всякие разные тут есть. Одежда, и для хозяина есть одежда, и для собак. Видите, какая моднявая. Даже ханбок есть для собак. Корейская национальная одежда. Зонтики с собачками, кепочки с собачками, блокноты с собачками, курточки с собачками, тетрадки с собачками. Просто собачки. Очень много всего здесь. Это, наверное, отдельный ролик нужно делать про этот магазин. Видите, всякие смешные такие одежки даже есть. Это на Хэллоуин наряд. Правда, Хэллоуин прошел уже, а одежки остались. Представьте, как прикольно. А вот здесь мы и Васьки покупали. Всякие шарфики даже есть для собак. Галаспук для собак. Бабочка для собак. Трусики для собак. Резиновые сапоги для собак. Рюкзаки для собак. Шляпка. Шляпка для собачки. Ну разве не милота? Дождевой плащ для собак. Всяких цветов они есть. Дождевые плащи. Меня там ребенок уже зовет. Если вам интересно, я могу поснимать здесь больше, потому что здесь очень много чего интересного есть. Кошельки. Кошельки с собачками. Смотрите, какими. Ну ты молодец. Кстати, и самих собак тоже вон там продают. Там целый магазин с щенками. Можно отовариться в супермаркете и купить себе собаку. С одной стороны, конечно, хорошо. С другой стороны, очень много потом выброшенных собак. Люди поддаются на эту собачьу милоту. И не задумываются о том, какой это труд и как это тяжело содержать собаку дома. И мы спускаемся дальше. В магазине несколько этажей. Впереди вот мы видим английская школа для детей. Для маленьких. Вот так это выглядит. Родители могут здесь ждать ребенка сидеть. Пить кофе. В каждом корейском магазине супермаркете есть образовательные всякие учреждения, где можно ребенка развивать. Ресторанчики всякие есть. Очень четко в Корее делают. Это из пластика. Макеты. Еды. Но выглядит все очень натурально. И так всегда. В любом кафе, в любом ресторане, в любой забегаловке будут вот такие пластмассовые макеты стоять. Чтобы ты знал, что тебя ждет, какое блюдо и как оно будет выглядеть. Также, конечно, есть всякие гамбургерские, KFC вот это вот, да. И, как видите, люди едят, чего я не понимаю категорически. А это китайский ресторанчик уже. И вот впереди мы видим, начинается вход и начинается магазин. Сам магазин, сам супермаркет. Стоит вот такой дяденька, который всех приветствует и кланяется. Телевизор LG. Стоит почти 9 тысяч долларов. А вот этот почти 12 тысяч долларов. Холодильник для пива. Надо мне такой рядом с кроватью поставить дома. Лепота. Вот такие стиральные машинки сейчас в моде. Чтоб вы знали, она с мой рост стоит почти 3 тысячи долларов. Холодильники с телевизором. Холодильники. Очень огромные. В Корее всегда очень огромные холодильники. Ни разу не видела, чтобы в Корее были у кого-то дома маленькие холодильники. Всегда это будет огромный холодильник. И такой холодильник стоит... Сколько он стоит? Так, вот этот стоит 3 с лишним тысячи долларов. А вот этот уже стоит 6... Почти 7 тысяч долларов стоит холодильник Samsung. Вот такой. Хотите, хотите? Это кондиционеры. Один такой кондиционер может всю квартиру запросто обдувать. И стоит он около 3 тысяч долларов. В компьютеры мы не пойдем, наверное, там ничего интересного. Здесь идет всякая бытовая техника. Такая мелкая кухонная. Всякие кофеварки. Всякие плитки. Рисоварки. 700 долларов стоит рисоварки. Потому что для корейцев рис это все. И рис должен быть очень-очень вкусный. Как в старые добрые времена. Так, тут пошел спортивный отдел у нас. Всякие клюшки для гольфа, ракетки. Для спортсменов. Это неинтересно. Мы не совсем спортсмены. Вернее, мы совсем не спортсмены. Так, здесь у нас идут всякие колонки. Всякие роботы. И здесь начинаются детские игрушки. Очень много детских игрушек. Практически половина этажа посвящена детским игрушкам. А вот там вот на противоположной стороне идет все для кемпинга. О, для кемпинга это можно снимать отдельное видео. Сколько всего в Корее для кемпинга. Корейцы просто обожают кемпинг. Вот это все. Игрушки у нас продолжаются. Тут уже пошла детская одежда какая-то. И тут вот пошли коляски уже. Автомобильные кресла. Как же я любила эти отделы, когда Ангелина была маленькой. Я целыми днями зависала в таких магазинах. Потому что здесь нереально все милое. Настолько милое, что хочется рожать каждый год детей. Потому что дети так быстро растут. И мы плавно перетекаем в косметический отдел. Тут тоже очень много-много-много места. Занято под ваши любимые косметические бренды корейские. Тони Молли, Натюре Паблик, Скин Фуд, Фейс Шоп. И здесь, в общем, вся косметика для ухода в основном. А здесь уже такая декоративная косметика. Так, и там идет уже всякий гель для душа. Мыло, шампуни. Думаю, туда не стоит заходить, да. Зубная паста, щетки. Все, что касается ухода. Здесь уже идет одежда для взрослых. В основном это женщины покупают. Такие уже, которые постарше молодежь. В более молодежных местах одеваются, как правило. И вот там все идет одежда. Одежда целые, огромные ряды с одеждой. Ну, а мы пойдем вниз. Ангелина просится в Норито. В игровую. Без детей я вообще снимать не могу. Не стесняюсь. В общем, я одна снимать не люблю, поэтому я Ангелинку за собой таскаю. Сейчас я доснимаю и отправлю ее в игровую комнату. Есть сыры с плесенью. Это вот единственная колбаса, которую можно найти. Покупаешь одну булочку, тебе бесплатно вот такой круассан дают. Это очень полезное блюдо, потому что это сложной коллаген. В основном это все овощи и морепродукты. Корейская мраморная говядина считается лучшей в мире, так же, как и японская. По той же технологии ее выращивают. Килограмм это будет 140 долларов. Кривые крабы из России к нам приехали. Это съедобные цветочки, их можно есть, они полезные. Вкуснее этой клубники вы нигде в мире не найдете, даже у себя на даче.